Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами на очень важную и интересную тему, которая интересует практически всех садоводов, которые выращивают на своих участках овощи и цветы. Особенно для начинающих, скажем так, менее опытных садоводов. Но все вы хорошо знаете, что, чтобы получить хороший урожай овощей, нужно вырастить качественную, здоровую рассаду. Ну, а одним из основных факторов для получения здоровой, хорошей рассады, это нужно подобрать правильный, хороший грунт. Вот об этом сегодня мы и поговорим. В магазинах сейчас огромное арнообразие готовых уже к использованию грунтов. Есть универсальные, которые предназначены для выращивания любых и овощей, и цветов. Есть грунты, которые предназначены для выращивания любой рассады овощей. Есть целая линейка грунтов, которые предназначены для выращивания конкретно посленовых, перцы, томаты, баклажаны. Также огромная линейка во многих магазинах грунтов для выращивания различных цветов. Есть даже специальные грунты для выращивания цитрусов, в частности, лимона. И если кто захочет дома из черенков вырастить растение лимона или других цитровых, вы также можете использовать готовый грунт. Но вы иногда задаете вопрос, почему так бывает, что в один год использовали грунт и получили хороший результат, а на следующий год та же фирма, тот же самый грунт, а рассада совсем другая, хуже и не получается качественная. А время упущено, и вы упустили момент и не получили здоровую, хорошую рассаду. Ответить на этот вопрос очень сложно. Ну, я так предполагаю, бывает в случае нарушения какой-то технологии при производстве. Или торф взяли и подготовили немного не так, он оказался более кислый. И вот вам в итоге результат. Грунт уже получился с другими свойствами. И рассада может получиться не совсем качественной. Поэтому, чтобы избежать вот таких проблем, и может в какой-то мере сэкономить, можно грунт приготовить самим. И сегодня я покажу один из вариантов, как вот я на протяжении ряда лет готовлю грунт для выращивания рассады практически всех овощей и цветов. Главное требование к любому грунту, который вы будете готовить или там использовать уже готовый, чтобы он был обязательно воздуха и водопроницаемый. Чтобы он был легкий по механическому составу, не слеживался. Чтобы в нем не было никаких семян, сорняков, крупных частиц органических, не разложившихся. Не было возбудителей различных болезней, ну и вредителей. Поэтому вот я для приготовления грунта использую готовый торф или агробалт-С со всеми макро- и микроэлементами. Или в этом году буду использовать торф аналогичный. Агробалту Северная Поляна. Они практически с одного месторождения. Вот. Торф этот готовый практически к применению. Он очень такой рыхлый, легкий, хорошо просеянный. Здесь нет крупных частичек, то есть верховой. И его реакция ПАЖ близкая к нейтральной, что очень важно. И в нем также азот фосфор калий. Он добавлен, вот эти питательные вещества. И как второй компонент я буду использовать почву плодородную из тополиной лесополосы. Вот обратите внимание, как выглядит настоящая вот эта почва. Структурная. Когда берем ее в руки, она вот рассыпается на мелкие комочки. Очень рыхлая, легкая. Она вся пронизана тысячами живых микроорганизмов. И вот в течение всего лета эти тысячи этих микроорганизмов, черви, перерабатывают вот эту органику, листья, и получается такой рыхлый плодородный слой. Именно вот в тополях. Можно использовать, конечно, грунт и из-под лип, из-под ольхи. Но из-под ольхи он иногда бывает кисловат. Но из-под осин в лесу или тополей в лесополосах более проще, доступно его взять. Я буду в соотношении один к одному. То есть у меня вот 10 литров торфа и 10 литров грунта. И этот грунт перед использованием мы сейчас просеем, чтобы вот эти случайно попавшие тут корешки растений, может где-то листики крупные попадутся, мы отсеем. Поэтому для приготовления грунта в домашних условиях советую всем приобрести вот такую емкость, 40-50 литров, именно прямоугольную, именно в ней самое удобное, чтобы не пылить и делать грунт. Ну и для просеивания самое простое, вот такой овощной ящик с ячейками 10 на 10 миллиметров. Значит, можно чуть мельче, но вот этот оптимальный вариант очень хорошо для этого подходит. Поэтому мы вот так понемногу в ящик насыпаем и просеиваем. Смотрите, здесь практически ни грязи, ни пыли никакой нет. Вот эти крупные комочки, которые сначала попадаются, они вот легко разминаются руками. И мы только удаляем вот эти корешки растений, которые нам здесь не нужны. Ну а торф настолько чистый и хорошо разработан, что я его даже и просеивать не буду. Просто высыпаю теперь сюда также 10 литров этого торфа. Ну и надеваем перчатки. Теперь тщательно наша задача его перемешать. Ну вот посмотрите, какой рыхлый и легкий получился грунт. Некоторые для рыхлости грунта предлагают добавлять песок, там одну десятую часть. Но я вот из своего опыта песок не добавляю, потому что, на мой взгляд, он не разрыхляет грунт, а наоборот превращает его в какой-то монолит. Уж если вам покажется грунт недостаточно рыхлый и легкий, то вот на 10 литров грунта можно добавить 1-2 литра агроперлита или вермикулита или диатомита. Они специально предназначены для этого. Но вот в такой грунт можно его и не добавлять. Я сюда никаких минеральных удобрений, потому что ну азот фосфоркалий уже в торфе был добавлен, добавлять не буду. То есть тех питательных веществ, которые в торфе, в моей полнороднейшей почве, которую я вам показывал, этого достаточно для роста и полноценного развития рассады. Перекармить ее тоже нельзя, чтобы не жаровало, а развивалось нормально. Еще очень важнейший момент в приготовлении грунта. На всякий случай нужно обеззаразить, защитить рассаду от возможных возбудителей болезней, которые могут вызывать корневые, прикорневые гнили и черную ножку. Так вот, я категорически против, был и остаюсь на своих позициях. Грунт живой, особенно когда мы используем живую полнородную почву с лесополосы, с огромным количеством живых микроорганизмов, полезных для растений, пропаривать в духовках, как некоторые советуют, даже слышал, что и в микроволновках некоторые пробуют, проливать кипятком ни в коем случае, категорически нельзя. Но нельзя убивать живую, полезную для растений, почву и всех микроорганизмов, а потом ломать голову, думать, как эту почву, чем оживить, восстановить, повысить или восстановить полнородие, чтобы она нормально была пригодна для развития рассады. Не нужно этого делать, не нужно убивать. Вот, поэтому самый простой способ для обеззараживания, это можно использовать всем известный, проверенный препарат фитноспорин. Вот, очень удобно использовать вот такую пасту в пластинах, 200 грамм, растворяете на 400 миллилитров не хлорированной воды и 2 столовые ложки 30 миллилитров на 2 литра воды на 10 литров грунта. Выливаете раствор, тщательно перемешиваете. Но я вот лично на протяжении последних лет для обеззараживания грунта использую специально создан для этого фунгицид Привикур Энержи. В его составе два действующих вещества, которые надежно защитят нашу рассаду от корневых, прикорневых гнилей и черной ножки, эти вещества действующие действуют именно на патогенов, на возбудителя этих болезней и не затрагивают, не повреждают, не убивают полезные микроорганизмы. То есть, они не ухудшают плодородие, не мешают этим микроорганизмам развиваться, размножаться и, значит, кормить наши растения, рассаду и надежно защищают в течение двух недель от этих возбудителей болезней. Для этого мы берем 3 мл Привикура Энержи из расчета на 10 литров. Ну, я здесь вот в этом емкости у нас 20 литров грунта, поэтому я возьму 6 мл. А развести можно из расчета на литр или 2 литра на 10 литров грунта. Ну, в зависимости от влажности почвы, которая была. Вот, я отмеряю, тут есть мерный стаканчик в комплекте, отмеряю 6 мл. Растворяем это пока вот на 2 литра воды. вот раствор тщательно перемешиваем. Препарат относится к третьему классу опасности, то есть малоопасность соединения, тем не менее, работая с ним, ну и работая с грунтом, обязательно надевайте резиновые перчатки, на лицо респиратор или маску и применяйте этот препарат. Вот мы таким образом равномерно выливаем. Ну, пока выльем 2 вот эти литра, а там посмотрим, если влажность грунта получится хорошей, то на этом ограничимся. Напомню, что на 10 литров грунта нужно 3 мл превикура энерджи. Вот мы весь раствор вылили и теперь тщательно еще раз мы его перемешиваем. Ну вот, грунт я тщательно перемешал, посмотрите, как он получился. Рыхлый, легкий, умеренно влажный, не слипается. И теперь его можно раскладывать в стаканчики, в кассеты, в рассадные ящики и высевать семена. Кстати, грунт обеззаразить можно немножко и другим способом. Разложить сухой грунт в стаканчики, кассеты, ящички, посеять семена и полить приготовленным раствором 3 мл превикура энерджи на 2 литра воды на метр квадраты наших посевов. Но гарантии стопроцентные, что все уголки в кассетах и в ящиках вы промочите этим раствором обеззаразить, нет. Поэтому лучше все-таки вот обеззаразить его сначала в тазике, а потом уже раскладывать. Ну и еще момент. Ровно через 2 недели после посева семян взошли они или нет, еще раз проливаем грунт уже в кассетах, ящичках и стаканчиках раствором превикура 3 мл на 2 литра воды на метр квадратный наших посевов. Ну и еще момент. Ровно через 2 недели после посева еще раз полейте таким же раствором значит вашу рассаду, взошла она или нет. Ну вот я показал вам, как в домашних условиях можно без больших проблем приготовить очень качественный грунт, пригодный для выращивания любой рассады овощных и цветочных культур. Ну а я на этом с вами прощаюсь, желаю вам успеха в выращивании хорошей рассады. С вами был эксперт канала Дача без проблем Бабин Иван Васильевич.